бренд honor последнее время переживал не лучшие времена попав под санкции правительства сша как дочерняя компания ховы они практически потеряли возможность выпускать новые смартфоны однако несмотря на то что после этого санкции прекратили свое действие бренду потребовалось около полугода чтобы восстановить отношения с партнерами и поставщиками компонентов и вот 16 июня компания наконец-то представила линейку смартфонов honor 50 которые стали первой разработкой она после обретения самостоятельности а пока мы ждем появление новинок в продаже я решил рассказать о том чем они интересны стоит ли их ждать и что там по ценам в ходе презентации он представили сразу три новых аппарата он от 50 он от 50 про и он р50 с е даже беглого взгляда на их характеристики достаточно для того чтобы увидеть эффект от выхода из-под санкций в первую очередь это позволило использовать новинки процессоры сторонних производителей для она 50 и 50 про выбрали новый snapdragon 778g а он р50 с е получил чип медиатек домен сети 905g и да вам не показалось если раньше номерные серии смартфонов она расначались топовыми процессорами то теперь выбор сделан в пользу современных но средних однокристальных систем очевидно в он решили таким образом удержать цену ниже чем у флагманских смартфонов других брендов то же самое можно сказать и про выбор экранов он арк 50 и 50 про оснащаются о лет панелями с поддержкой частоты 120 герц и охватом светового пространства 10 3 при этом гнаться со сверхвысоким разрешением не стали остановились на привычном full hd плюс между собой эти две модели отличаются диагональю для старшей это 6 целых 72 сотых дюйма обычная 50 к получила дисплей на 6 целых 57 сотых дюйма что забавно самым большим стал младший вариант он арк 50 съем у него экран на 6 целых 78 сотых дюйма при таком же разрешении и с такой же поддержкой режима 120 герц правда вместо олета матрицы используются старый добрый айпиес кроме того он единственный стройца получил плоскую поверхность экрана как обычно он уделила много внимания камерам при этом любопытно что набор тыловых камер у обычного 50 и про версии абсолютно одинаковый основной сенсор на 108 мегапикселей широкоугольная камера с разрешением 8 мегапикселей и пара сенсоров по 2 мегапикселей для съемки макро и сбора данных о глубине сцены а вот фронтальные камеры в данном случае разный он r50 pro спереди два сенсора размещенных в углу дисплея один из них имеет разрешение 32 мегапикселя а второй получил матрицу на 8 мегапикселей и широкоугольную оптику у обычного он r50 только одна фронталка на 32 мегапикселя и размещена она по центру из необычных возможностей камер на презентацию упомянули так называемый режим влогов при его включении смартфон начинает запись видео на переднюю и задние камеры одновременно еще одним отличием между двумя старшими моделями стала батарея и тут понять логику китайцев довольно сложно дело в том что старший он r50 pro который больше по габаритам получил аккумулятор на 4000 миллиампер час а вот он r50 комплектуется более емкой батареи на 4300 миллиампер час в качестве компенсации старшая версия поддерживает быструю зарядку на мощности до 100 ватт в то время как для базовой модели заявно подзарядка на мощности 66 ватт он r50 se такой же набор тыловых камер хотя многие из русскоязычных каналов и сайтов пишут просто мегапиксельный основной модуль видимо кто-то один допустил опечатку все остальные не глядя перепечатали на самом деле отличается только фронталка который у него на 16 мегапикселей аккумулятором в младшеньком на 4000 махов сочетании с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью до 66 ватт на оперативной памяти немного сэкономили как и на процессоре с объемом все в порядке в зависимости от модификации у новых он и от 8 до 12 игов но вместо привычной для большинства современных флагманов lpddr5 используется более медленная lpddr4 x все три смартфона работают под управлением android 11 с фирменной оболочкой magic ui 4.2 но что интереснее для нас с вами он официально подтвердили что глобальная версия смартфона будет оснащаться сервисами google правда когда это случится неизвестно пока что презентация касалась только внутреннего китайского рынка где все три модели поступят в продажу уже 25 июня а складах и в магазинах уже сейчас смартфон имеются в наличии о чем говорит большое количество видео из китая с распаковками новинок относительно других стран включая россию точных сроков пока не называется однако уже есть первые признаки того что скоро новые аппараты представят и у нас например упоминание новых моделей появилась в официальном аккаунте honor в instagram что касается цен пока что есть только китайские расценки их вы сейчас видите у себя на экране вместе с примерным переводом на рубли по текущему курсу но надо помнить что у себя на родине китайские бренды в 99 процентах случаев продают гаджеты дешевле чем в других странах так что скорее всего официальные цены в россии будут выше хотя пару раз бывали случаи когда они были близки китайским тут точно ничего не скажешь пока российское представительство не объявит эту информацию официально а пока ждем пишите в комментариях интересно ли вам новинка и хотите ли вы чтобы он р-50 побыстрее вышел в россии и остальных странах на сегодня на все не забывайте подписываться и ставьте лайки есть информация была интересной